Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Клан Сибирских Цветочниц. И сегодня мы в гостях у Марины. Мы открываем новую рубрику. Марина долгое время работала юристом. Сейчас она ландшафтный дизайнер и занимается созданием уникальных валеных вещей. Но об этом позже. А сегодня Марина согласилась ответить на несколько вопросов, которые я ей задам. Ну, относительно наших дач, наших взаимоотношений с соседями и прочее. Марин, вот расскажи еще про такую ситуацию с юридической точки зрения. Ну, не все добросовестно относятся к окружающей среде. И бывают такие случаи, когда, например, мусор выбрасывают, вышли за пределы своего участка, раз, мешочек поставили там с какой-нибудь ерундой, и все. И как будто так и надо. Или еще чаще бывает, ну, то есть вдоль дорог часто идут такие, как бы, сточные канавы или что-то такое, какой-то вот дренаж там продолжен, и подводят свои сливы вот именно к этим вот канавам. И сливают, например, септик. Как реагировать? Ну, это мало то, что запах, еще и, как бы, извините, нечистоты, как бы и мусор везде. Как на это реагировать? Кто на это может повлиять и что делать? Ну, это повлиять, конечно, может какая-нибудь местная администрация. Вот, прежде всего. Конечно, если это уже вот прямо вот на участке садовом выведена какая-то труба с нечистотами за пределы участка, то можно обратиться и в правление, конечно. И в правление, ну, в правление обычно не бывает никаких механизмов воздействия таких вот недобросовестных граждан. Хотя они, конечно, пишут штраф там за складирование мусора, там стоки, но, однако, это все не имеет под собой никакой, в общем-то, юридической почвы. И надо обращаться, конечно, в администрацию, потому что это нарушение законов, как и о охране окружающей среды, и также и о санитарной, эпидемиологической защите населения, есть такие целый ряд законов, их очень много. И это надо идти в администрацию, писать заявления, у них есть механизмы и точки воздействия на таких вот недобросовестных граждан. А самим как бы не стоит таких граждан? Ну, а что вы сделаете сами, что вы пойдете на них с войной, с палками, они закроют перед вами двери и не пустят. И, в принципе, будут правы, потому что самоуправство, оно никогда, никогда нехорошо. К чему мы и говорим. Да. Ну, еще тогда маленький вопрос к тему, как бы, а вот правления, должны они организовывать какие-то, ну, не знаю, участки, чтобы собирать там мусор какие-то там? Ну, не у участки нет, вот вывоз, вывоз, да, вывоз, да, они должны организовывать вывоз. Что касается септиков, то это граждане должны организовывать чистку своих септиков самостоятельно, вызывать специально оборудованную технику, и она будет им высасывать эти септики, возить там в неизвестном направлении за свой счет. А вот, в принципе, бытовой такой мусор граждане тоже, конечно, должны вывозить за свой счет, и на самом деле это совершенно несложно и необременительно. Но у общества, общества садового или там товарищества, да, у них, конечно, должны быть какие-нибудь контейнеры для сбора отходов, и организована их утилизация. Ясно, спасибо. Спасибо.